Всем привет! Привет, меня зовут Паша, я Сталин, Эстония, и у меня Lexus LS400, 98-го года. Машину купил 6 лет назад, она на статике. В июле меня пригласили в Питер, и я решил сюда поехать на ивент Цунами Пикник. Мне там очень понравилось, и я пообещал, что я вернусь. И вернулся я теперь уже в сентябре на выставку Royal Auto Show. В этот раз мы взяли прицеп, и на прицепе повезли машину в Питер. Но на границе у нас были проблемы, и прямо в таможенной зоне нам пришлось снимать Lexus с прицепа и переезжать границу русскую уже своим ходом. Вторую машину с прицепом мы кинули в Кингисеппе, и дальше поехали в Питер своим ходом на Lexus. По дороге в Питер у нас была проблема с машиной, раскрутился правый нижний рычаг, и машина просто осела на один бок, из-за чего у нас стерся глушитель. Но мы все равно доехали до Питера сами. И на следующий день, перед выставкой, мы ее чинили где-то часа полтора, наверное. И все починили, я закрутил рычаг, потом мы сняли глушитель, который оторвался, закрутили оставшийся, все подкрутили, все это мы делали под дождем, в холоде, но мы справились. Потом у нас заняло где-то полтора часа, чтобы заехать еще на выставку. Там был бордюрчик, наверное, 3-4 сантиметра, и это было большой проблемой на самом деле. У нас были с собой доски, мы еще принесли всяких досок, но мы все равно не смогли никак затащить машину на бордюрчик. И в конечном итоге нам помог газель, который просто вытащил нас кроссом. И тогда мы собрали бампер передний и заехали на выставку. Субтитры сделал DimaTorzok На выставке все машины стояли на ковриках, на ковролине таком специальном, но у нас никак не получалось на него заехать задним ходом, мы его просто тянули за собой, потому что машина, ну, очень низкая. И из положения мы вышли, мы просто поставили доски, и машина всю выставку стояла на досках. В Питере мы катались с ребятами из V-Cartel, за что им на самом деле большая благодарность. Они помогли и с ремонтом, и вообще показали нам Питер отдельную благодарность Роме. И вообще в Питере, и в частности у них много классных машин, и праворульные, и леворульные, и таких которых у нас вообще в Эстонии нету. Разные японские, которые в принципе только в Японии бывают, но получается они и в Питере тоже есть. На самом деле, ну, очень классно, они там строят классные проекты, и я думаю, в следующем году у них будет очень серьезный автопарк. Сама выставка была очень классной, уровень был очень высокий, очень много интересных машин, где-то 140 машин было в общей сумме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зрители выбирали топ-16, мы в него попали, и топ-8 уже выбирали сами участники, и на удивление мы попали и туда, и в конечном итоге мы вообще попали на шестое место, что на самом деле, ну, для меня было удивительно. После выставки мы поехали кататься на машинах с некоторыми участниками. Катарис довольно долго и заехали на биржу. Там было очень много машин, вся биржа была в машинах, и было очень много классных машин там. Движуха суперская, и... К сожалению, у нас такого в Таллине нету. В Питере нас несколько раз тормозили ДПСники, но на самом деле им не нужны были наши документы, они просто хотели посмотреть на машину. Посмеялись и дальше поехали. По дороге домой, где-то после окружной 20 километров, у нас случилась очередная проблема, у нас отводилась оставшаяся часть глушителя. Пришлось остановиться, поднять машину и просто... просто оторвать его. И в машине после этого стало очень громко. Закладывало уши от этого мотора V8. Но мы доехали, и теперь придется что-то придумывать с глушаками. Но я думаю, будет что-то интересное, необычное. Субтитры сделал DimaTorzok